В Турции стражи порядка задержали известного вора в законе Надира Салифова по прозвищу Лоту Гули. По некоторой информации, задержание может быть связано с его деятельностью по вымогательству денежных средств у российских предпринимателей. Также имеется предположение, что Салифов попал в разработку российских спецслужб, как один из вероятных заказчиков убийства Ровшина Джанева, и по их просьбе законника задержали. По информации источника, по обоим этим поводам и общались с ним турецкие полицейские. Между тем, сразу после освобождения, осевший в Стамбуле Салифов не был интересен местным полицейским. Однако в последнее время его имя стало часто упоминаться в СМИ, как человека, который находясь в Турции, смог поставить под свой контроль предпринимателей в Калужской области России, а также отвоевать известный рынок фуд-сетюзаура Ахмедова, двоюродного брата убитого в августе 2016 года Ровшина Джанева, который в свое время контролировал этот бизнес. Сейчас, по сведениям источников, с азербайджанских предпринимателей, ведущих свой бизнес в России, Гули получает дань от 2 до 4 миллионов рублей ежемесячно. С бизнесменами Салифов лично общаются посредством сетсетей, что и заинтересовало полицию, так как с их территорией координируется преступление в России. Что касается убийства Ленкаранского, то следует отметить, что прямых улик против Салифова у стамбульских оперативников нет, и есть только предположения. Так, согласно одной из версий, Ровшина Ленкаранского устранили люди Гули за то, что тот велел своим подручным убить вора в законе Годжуя Асамальского, Алибала Алисавтара Глугамидов. Шестеро вооруженных лиц в масках 18 августа 2013 года проникли на территорию жилищного комплекса в Стамбульском районе Бахчишихер и несколькими выстрелами тяжело ранили Гамидова и его 29-летнюю подругу, гражданку России Асият Алашеву. По дороге в больницу Гамидов, умирая, сказал Алашеву лишь одно слово минус Ровшин. Алибала Гамидов был в хош клан Надира Салифова. Предполагается, что Гули, сидя в бакинской колонии номер 8, отдал приказ отомстить Джаневу за смерть Гамидова. Однако сам Гули отрицает свою причастность к убийству Ленкаранского. По словам источника, Салифов отпустит сразу после того, как правоохранители внесут ясность в ряд интересующих их вопросов. Впрочем, Салифов знал, что рано или поздно его пригласят в полицию. Турецкие правоохранители заявили, что будут безжалостны в войне с боссами местной мафии. Известно, что последние в своем стремлении заработать как можно больше денег замахнулись на политические интересы страны. Обозначили свое присутствие на пока еще не полностью контролируемом рынке иракской и сирийской нефти. Военные действия на приграничных с Турцией территориях Ирака и Сирии создали благоприятные условия для неконтролируемой торговли нефтью. Некоторые криминальные авторитеты с 2009 года обозначили свое присутствие на черном рынке нефти. Они покровительствуют частным компаниям, занимающимся торговлей черным золотом. Мировые СМИ не раз писали, что запрещенная радикальная террористическая группировка Исламское государство, ИК, продает нефть на черном рынке по демпинговым ценам, вывозя ее контрабандой в Турцию из Сирии и Ирака. Об этом говорилось также в отчетах европейских консалтинговых компаний. Надир Салифов Последние новости Надир Салифов за короткое время снискал славу одного из самых жестоких и авторитетных воров в законе. Он в 1922 года оказался в колонии за кражи, бандитизм, похищение людей и другие преступления. Из-за решетки он умудрился создать мощнейшую криминальную империю. Осенью прошлого года по условно-досрочному освобождению покинул колонию после 22 лет заключения. По оперативным данным, Надир Салифов обосновался в Турции, откуда продолжил активно захватывать бизнес в России, Украине и родном Азербайджане. Несколько бизнесменов обратились в правоохранительные органы, после чего против вора в законе возбудили уголовное дело о похищении и вымогательстве. Надира Салифова заочно арестовали и объявили в международный розыск. Криминальный авторитет перебрался в ОАЭ, где в мае этого года его задержали. Однако вместо экстрадиции внезапно отпустили. Аналогичные истории произошли с ним в Турции и в Черногории. Считается, что этому способствовало его многомиллиардное состояние. Сейчас Надиру Салифову пророчат лавра осужденного лидера преступного мира России Захария Калашова, шакры молодой. Сам он на это заявляет, что король ворам не нужен. Надир Салифов имеет большое влияние на Урале. Его ставленником в Свердловской и Челябинской областях считается Рахман Абдулаев. По данным силовиков, уралиц от имени вора в законе контролирует рынки в нескольких регионах. Собирает деньги для воровского общака. В том числе он зарабатывал на знаменитой Екатеринбургской овощебазе номер 4, которая была овощиной Ровшина Джанева, Ровшин Ленкаранский. Пока того не расстреляли киллеры. Он был одним из главных врагов Надиры Салифова. В мае текущего года Рахман Абдулаева арестовали в Челябинске за вымогательство. Сейчас на Южном Урале отбывает наказание лишь один вор в законе. Уроженец Чечни Ахмед Домбаев, Ахмед Шалинский. Он содержится в исправительной колонии номер 10 в Каштыме. Понравилась статья? Ставь лайк и подписывайся на канал. Оставляйте ваши комментарии, обсуждайте статью, а также делитесь в социальных сетях. Субтитры создавал DimaTorzok